Здравствуйте, дорогие друзья! 26 ноября 2016 года, суббота. У нас сегодня канал «Артподготовка». Уже не впервой мы вещаем, в общем-то, в выходные, так или иначе. Да, эту традицию вещания только по будням мы прервали достаточно давно. Сергей Окунев, меня зовут, со мной в студии Евгений. Здравствуйте. В общем-то, что будем рассказывать вам про региональные новости, все как обычно, всех рады приветствовать. Надеюсь, что, в общем-то, все, в общем-то, все прибыли. Я вот начал, видите, меня и тут и так показывать, такое тоже бывает. Несмотря на выходной, надеюсь, что все, в общем-то, в нормальном состоянии, все нас слышат, видят и, в общем-то, нет никаких проблем сегодня, ни технических, никаких либо других. Ну, начну вот с двух таких не столько новостей, сколько наблюдений. Соратник наш из Саратова нам рассказал о том, что сегодня митинг НОДА был в Саратове. Порядка года назад они так достаточно активно здесь были. Ну, как активно? Здесь три человека. В общем-то, в смысле, это не ирония. Реально три человека, которые участвуют в каких-то акциях и мероприятиях. Вот сегодня прошел пикет НОДА с раздачей листовок с основным лозунгом «Нулевая инфляция может обеспечить рост заработной платы и пенсии». А кто-то против? Я не... То есть, НОД, конечно, совсем ушел в какие-то свои, в общем-то, мечтания и фантазии. То есть, видимо, пятая колонна обеспечивает рост инфляции, а вот Федоров борется с пятой колонной и борется с инфляцией. Нулевая инфляция может позволить обеспечить рост заработной платы и пенсии. А еще, если людям давать еду, они будут сытые. А если, я не знаю, вода мокрая, то есть, надо ходить с лозунгом «Вода мокрая», вот я предлагаю следующий митинг для НОДА. Капитан Очевидность. Да, да, такой Капитан Очевидность вышел с плакатом. «Привет из Омска» нам передает, передаем «Привет Омску». Сегодня будем говорить, в том числе, про Омск. И вот Рашкин. Я тут написал слово, но вот мне говорят, что я матом ругаюсь часто. В общем, сошел с ума Рашкин. Но не знаю, сошел он с ума или нет. Мы говорили о том, что на Рашкину будут продолжаться наезды, говорили об этом еще в июле, то есть, достаточно давно. И, в общем-то, это видно, да. То есть, показывают какие-то фильмы про его бандитское прошлое, Рашкина и так далее. Рашкин, конечно, с Вячеславом Викторовичем Володиным там определенные проблемы имеет. Ну, не столько проблемы, сколько такие делят интересы, вот так вот скажем, да, политические, в первую очередь. Я не думаю, что какой-то бизнес у них есть, общий политический интерес. И сегодня вот он, якобы, Рашкин в своем твиттере разместил какой-то пост, но его все наверняка видели, о том, что слишком много евреев у нас во власти. То есть, Рашкин у нас этим жадоборцем стал, вот так это назовем. Нет, я с иронией, потому что это, конечно, отдельная категория людей, которые во всем винят евреев. Вот. Но я не думаю, что Рашкин к ним присоединился. Он все-таки... Хотя, ты знаешь, вот сложно сказать. Если это не Рашкин, то я не удивлен, если его там взломали, да, то я знаю, кто, в общем-то, кто... Ну, не то, что приказал, а рекомендовал его взломать, да. Если его не взломали, то я тоже понимаю, почему. А почему? Ну, потому что КПРФ теряет вообще всю аудиторию. То есть, те бабушки, которые, в общем-то, всегда голосовали за КПРФ, они, простите, имеют свойство умирать. Это не смешно, но тем не менее. И мы видим, что с каждыми выборами все меньше и меньше процент КПРФ. То есть, на этих выборах в Государственную Думу уже, в общем-то, и ЛДПР были очень близки к тому, чтобы занять впервые второе место, да. И дальше... Ну, дальше такого не будет, потому что этих выборов не будет, но тем не менее. Понятно, что аудитория КПРФ падает с каждым годом, к сожалению, да. И поэтому нужно захватывать все новые и новые аудитории. И вот такие одиозные сообщения там про во всем виноватые евреи, они, может быть, такие популистские в определенной мере. Безусловно. Популистские все больше, но национальную нотку трогают различные партии. КПРФ, которые топят за русских, но Путин с медведем, которые вдруг неожиданно стали националистами. Да. Ну, и вот мы тут пошутили, что нужно срочно принять Рашкина в Парнас, немедленно, почетным членом, и тут же его исключить. Вот как раз там сейчас скоро будет, я так понимаю, съезд партии. Срочно нужно на съезде партии первым вопросом принять Рашкина почетным членом партии Парнас и вторым пунктом снять за антисемитизм. Однозначно это будет очень интересно. Вопросы вот нам задают, критикуют в том числе, но опять же нужно разделять критику и какие-то просто троллинг, да, поэтому если вы нас критикуете, мы даже об этом сейчас будем говорить, и мы к этому нормально относимся, и я к этому нормально отношусь, потому что вы меня критикуете. Вот. Задавай вопрос. Чем отличается, ну, троллинг от критики, здравой критики? Ну, присутствие им рационального зерна. Да, именно так. Под прошлой нашей трансляцией Зоя задала вопрос, вернее, даже не задала, а дала совет. Совет. Сергей, совет, хватит уже сентенций на тему, а мы же говорили, что так и будет, идет волна. Ну, смешно же, честное слово, хватит пророчествовать, будьте, пожалуйста, скромнее и серьезнее. Я так со стороны на эту тему посмотрел, то есть мы с вами, постоянные наши зрители, и вот там мы друг с другом, мы уже привыкли, что мы так как бы подкалываем, да, и есть у нас какая-то такая стилистика определенная, люди, которые, может быть, не очень давно нас смотрят, я не знаю, смотрят ли нас давно Зои, может быть, давно, может быть, недавно, но они могут немножко не понимать какой-то внутреннего юмора, да, когда мы говорим о том, что вот мы там какую-то сенсацию раскрыли, вот у нас пророчество какое-то там, Ока Сауронов, которое мы посмотрели, это, конечно, все юмор, и юмор направлен не на какое-то, в общем-то, свое либидо, да, там, повышение своего какого-то внутреннего эго, что вот какие мы великие эксперты. Я, наоборот, всегда говорю о том, что если мы, в общем-то, если даже мы понимаем какие-то вот вещи, которые мы видим, да, то это могут понимать все, и мы неоднократно уже обращали внимание, что наши зрители начинают чувствовать вот эту ту самую волну, про которую мы говорим, да, то есть нам зрители присылают там ряд каких-то, серию каких-то новостей, да, и говорят, вот, обратите внимание, пошла волна, то есть они уже сами научились это определять, и это не надо учиться, надо просто, в общем-то, смотреть открытым взором, поэтому не подумайте, Зоя, что мы как-то питаем свое эго, да, и каким-то самопиаром занимаемся, ни в коем случае не так, поэтому если какой-то ироничный у нас, в общем-то, разговор иногда бывает, то сугубо шуточный. Да, и у нас в прошлом выпуске мы говорили о том, что у нас будет, в общем-то, опрос, да, опрос в нашей группе ВКонтакте, периферийное зрение, ссылка есть в описании, там был опрос на тему сухого закона, мы об этом в прошлый раз говорили, связано это было с тем, что Минфин предложил запретить продажу пива частникам и пешникам и так далее, и мы из этого развили тему, к чему это все может привести, и было интересно почитать ваше мнение, там тоже была достаточно интересная дискуссия, помимо того, что люди свое мнение высказывали, люди друг с другом спорили в хорошем смысле, дискутировали, да, поэтому это очень хорошо, что мы можем, в общем-то, обмениваться какими-то своими мнениями. Ну, на самом деле, давайте, ладно, мы сначала ваше некоторое мнение зачитаем, потом я выскажу свое мнение, которое будет непопулярным, я это предрекаю, вот, но тем не менее, оно мое, другого у меня нет, извините. Да, ну, в общем-то, вопрос был задан, если очень коротко, вопрос был задан, что произойдет, если вот, грубо говоря, завтра в России, в современной России, примут сухой закон. Кирилл Дубровский пишет следующее. Будут гнать брагу и продавать, и появится алкогольная мафия, как и раньше было. Также, ну, Степан Разин пишет. Повысится смертность населения, начнут пить все, что горит. Таксисты опять начнут продавать из-под полы. Короче, полный хаос начнется. К сожалению, алкогольная, табачная, ну, и вообще разные темы, в том числе тема питания, кстати, сейчас я об этом тоже скажу отдельно. Они имеют ряд стереотипов, да, и вот если я, на самом деле, антиалкогольной темой занимаюсь достаточно давно, начиная еще там с молодежных каких-то, да, там, едва ли не школьных движений и заканчивая вот, в общем-то, сегодняшним днем, и поэтому я могу дискутировать, скажем так, и с научным языком, да, на тему борьбы с алкоголем в России. И те аргументы, которые люди, как правило, приводят, у меня один раз был эксперимент такой, да, когда у меня товарищ один, вот Женя тоже его знает, он там со мной очень активно пытался спорить на тему алкоголя, и я ему сказал, давай проведем эксперимент, вот сейчас ты мне ничего не говори со мной, не спорь, я возьму листочек и запишу твои аргументы, которые ты будешь говорить. А потом ты скажешь, то есть я тебе их не покажу. И ты, у тебя же свое мнение, да, оно же сформулировано, оно же твое, не чье-то, да. Хорошо, я записал эти аргументы, и, в общем-то, он высказал свою позицию, я ему показал, он практически по моему листочку все сказал, да, ну, потому что есть ряд, в общем-то, стереотипов, и стереотипов навязанных, безусловно. Нужно понимать, что алкоголь, это продажа алкоголя, табака, это огромная индустрия, огромный бизнес, и тратятся огромные средства на пропаганду ту или иную, да. И зачастую, когда мы говорим о социальной рекламе, назовем ее так, да, по борьбе с алкоголем и курением, мы видим, что эту социальную рекламу заказывают как раз-таки алкогольные табачные фабрики. В 2012 году было достаточно большое расследование о том, как на госзакупках огромный тендер на социальную рекламу антиалкогольную выиграла компания, аффилированная компанией Клинская, которая производит пиво, да, но можно, собственно, сделать вывод, какую антиалкогольную рекламу они будут делать. Теперь, что касается сухого закона. Повысится смертность населения, конечно же, это полная глупость. Без обид, я не хочу никого обидеть, да, но мое мнение не совсем точно. Хорошо, будем предкорректнее выражаться. Нужно понимать, что люди, которые умирают от алкоголя, это не только те, кто умирает, там, от цирроза печени или от каких-то хронических заболеваний. Есть огромное количество смертей, которые вообще не, скажем так, не попадают под статистику алкогольных смертей. Сопутствующие. Сопутствующие, абсолютно верно. Это убийства, это бытовое насилие, это дорожно-транспортные происшествия, это врачебные ошибки, кстати, почему нет. Это всевозможные, там, я не знаю, но это огромное количество, на самом деле, преступлений, огромное количество, которое по некоторым данным, официальным данным, порядка 80% побоев и убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. 80%. И когда мы говорим о том, что будут умирать люди, повысится смертность от того, что люди начнут пить какую-то сивуху, да, возможно, она даже повысится, количество людей, которые будут пить какой-то паленый, не контрафакт, да, некачественный алкоголь. Но огромное количество правонарушений снизится. Бытовое насилие, убийства, дорожно-транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения и так далее. Поэтому и это будет намного больше, то есть даже если мы говорим о том, что 80% преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения в данном секторе, да, даже если это снизится на 20-30%, это вполне реально, более чем реально, я считаю, что даже намного больше будет этот процент, то, в общем-то, это уже сократит, это спасет огромное количество жизней. Это во-первых. И что касается, в общем-то, таксисты начнут продавать из-под полы, нужно понимать, что у людей, к сожалению, есть такое мнение, что алкоголики, вот есть только алкоголики, да, вот есть нормальные люди, есть только алкоголики. К сожалению, это не так. Алкоголики потребляют порядка от 7 до 13% от общего алкоголя. То есть это официальная статистика, но давайте ее умножим на 2. И будет это порядка 20-30%. Хотя на самом деле это меньше, но давайте будем считать, что это 20-30% алкоголя всего употребляют алкоголики. И все остальное количество, это, хотел сказать, мы с вами, но я не употребляю вообще алкоголь ни в каком количестве, это обычные люди, да, которые пьют, может быть, по пятницам, может быть, там, на Новый год, может быть, кто-то раз в неделю, кто-то раз в месяц и так далее. То есть это обычные граждане. И нужно понимать, что алкоголики, они всегда были, есть и будут. И они будут пить и боярышник и так далее. Но я очень далек от мысли, что обычные люди, которые пьют где-то, я не знаю, вот наши зрители, которые употребляют так или иначе алкоголь, я не думаю, что они начнут пить там какой-то боярышник, ну, потому что они как раз-таки не алкоголики. То есть огромное количество людей просто перестанут употреблять алкоголь, потому что не будет шаговой доступности. Есть понятие шаговой доступности, и она, в общем-то, очень важна. Да, то есть нам говорят о том, что будут продавать из-под полы. Ну, вы знаете, и сейчас и наркотики продают из-под полы. Запрещено торговать наркотиками, однако наркотики продают из-под полы. Но таксисты не торгуют. Но таксисты не торгуют наркотиками. Массово, по крайней мере. И вообще вот этот вопрос на тему того, почему-то люди считают, что если закон не работает, значит плохой закон. Вот у нас огромное количество законов, которые не работают. Но они хорошие законы. Ну, не огромные, ладно, может быть, это единицы, но тем не менее. Вот. Поэтому есть вопрос соблюдения этого законодательства. Есть вопрос законодательства. Поэтому сухой закон сам по себе, он, может быть, и неплох. В моем понимании он даже очень хорош. Но то, как его исполняют, да, если его будут исполнять, как в 80-х годах в Советском Союзе, то, наверное, да, наверное, будут таксисты. А если за этим будут следить более-менее строго, то таксистов не будет. И вот очень мне понравилось следующее мнение. Нет, через одно оно. Ну, вот, прочитай, пожалуйста, Илью Тома. Илью Тома. Сейчас. Голосовоза второй вариант. Сам по себе сухой закон злоб. Потому что предоставляет мафия и колоссальный рынок. Но это в нормальном государстве. У нас же и так правит мафия. Поэтому, конечно, сухой закон будет нам только на руку. Народ протрезреет, очухается. Вместо того, чтобы бухать, пойдет, попросит на выход в волу. Но, к сожалению, никакому сухому закону дел не идет. Власть давит эпэшников. Чтобы окончательно монополизировать рынок алкоголя и получать 100% в барыше себе, народ они будут спаивать. Да, ну вот, человек не сторонник сухого закона. По крайней мере, не ярый. Может быть, употребляет так или иначе алкоголь. Но он объективно эту картину видит. И я хотел бы, в общем-то, такую мысль посеять. Может быть, кому-то она на какие-то размышления интересные направит. Каждый человек, который... Ну, в общем-то, человек, который так или иначе употребляет алкоголь... Я не говорю, что это поголовно все там какие-то ужасные люди. Я ничего против не имею. Человек, который так или иначе употребляет алкоголь и, в общем-то, борется за свободу своего употребления алкоголя, это человек, который защищает свой стакан. Есть такая фраза Виктора Жданова, да, то есть человек защищает свой стакан. И когда он говорит, вот некоторые люди нам в комментариях писали о том, что кто-то пытается им навязать мнение зожников и так далее, да, то есть люди, к сожалению, не берут во внимание, что им пытаются навязать мнение, в общем-то, алкогольных корпораций, как раз то, о чем я говорил, с вот этим списком, в общем-то, мифов и разобщенных легенд касательно алкоголя и антиалкогольных компаний, да. Поэтому, к сожалению, все мы, в общем-то, подвергаемся пропаганде той или иной. И каждый защищает свою точку зрения, потому что, ну, в общем-то, обидно иногда, да, считать, что твоя точка зрения может быть неверной. И я могу привести свой пример. Я не, скажем так, не идеал такой, далеко не идеал, да, то есть я вот кушу мясо, очень люблю кушать мясо, очень люблю спорить с вегетарианцами на тему, там, употребления мяса. Вот нас смотрят вегетарианцы, да, которые, в общем-то, ситуация примерно та же самая, да, то есть я не беру их мнение в расчет, да, я не изучаю вегетарианскую литературу и так далее. То есть здесь ситуация примерно та же самая, то есть люди, которые защищают свой стакан, я защищаю свой кусок мяса, ну, вот если так грубо говоря, да, поэтому я попадаю примерно в ту же самую категорию. Ну, за разницей той, что, во-первых, мясо – это не наркотик, начнем с этого, да, алкоголь – это наркотик официально, вот. Второе, в общем-то, ну, мало людей, которые наелись мяса, пошли кого-то убили, изнасиловали, задавили на машине, потому что они ели мясо. Ну, в общем-то, это такая тоже уже долгая история, но я к тому, что все мы подвергаемся тем или иным мифам, поэтому иногда нужно вот через свое мнение так переступить, подумать, а вдруг я неправ, а вдруг я что-то не понимаю, а вдруг действительно вот нужно с чужой точкой мнения, точкой зрения, в общем-то, ознакомиться и, может быть, что-то интересное для себя подчеркнуть. И не бояться меняться, в первую очередь. Согласен. Небольшая дискуссия по допросам состоялась. Николай Борзов пишет. Очень странный вопрос. Уже накопилось много информации по всевозможным сухим законам. Насколько можно судить, ничего хорошего нигде не произошло. Только проблемы плюс рост мафии. Виктор Чинцов отвечает ему. Николай. В северных странах Европы сухой закон действует. У них все там хорошо. И дальше продолжает. В Российской империи с 14-го года, если не ошибаюсь, был сухой закон. Революцию трезвые люди делали. Да, ну, во-первых, давайте очень коротко. Потому что я понимаю, что людей коробит. Коробит от таких разговоров. Это как раз... Да, за заш. Потому что это... Ну, это эгоцентризм определенный. Всем нам он свойственен. И нет ничего страшного, если вы иногда не можете принимать чье-то чужое мнение. Я тоже очень часто не могу принимать чье-то чужое мнение. Это совершенно нормально. Поэтому очень коротко. Есть огромное количество плюсов сухого закона, если мы говорим с точки зрения истории. Это первое. Многие берут Горбачевский сухой закон, который был потом, где, скажем так, демонизирован, вот слово правильное, демонизирован, в том числе алкогольными компаниями. Если мы возьмем, каждый из вас желающий может погуглить статистику, к чему привел сухой закон. Насколько уменьшилась преступность, насколько уменьшилась смертность, насколько увеличилась рождаемость, насколько уменьшилась заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, печень, почки и так далее. И вот у меня есть товарищ один, был, к сожалению, умер не так давно, но своей смертью человек был в возрасте. И человек пережил сухой закон Горбачева. И вот он работал в военковом, в Саратове. И говорил о том, что он проклинал в свое время Горбачева и ненавидел его за сухой закон. И знаешь, когда он понял, что сухой закон действительно имел смысл? Когда его отменили. Нет, когда призывной возраст подошел тех людей, которые рождались во времена сухого закона. Представьте, сухой закон был всего ничего, сколько там, год, полтора, два, ну то есть совсем мало. За это время все равно родились какие-то люди. И когда он, будучи военком, увидел, что здоровье этих людей, которые родились вот в этот промежуток времени, оно намного выше, чем у людей, даже которые на полгода раньше или на полгода позже родились, он, в общем-то, был очень удивлен. Хотя был ярым сторонником, в общем-то, противником, вернее, сухого закона. Ну и вообще человек выпивающий, был выпивающий много. Но тогда он, в общем-то, это понял. Да, ну и завершая тему сухого закона, я больше никогда к ней не возвращаюсь, введение сухого закона сегодня или завтра не приведет ни к чему, потому что в первую очередь нужно работать с умами людей, с умами с детства в первую очередь, да, то есть нужно подготовить, если мы говорим о европейском опыте, да, северных стран скандинавских, там очень серьезная пропаганда здорового образа жизни. Есть огромное количество здоровых альтернатив, открытое детское количество, огромное количество детских бесплатных спортивных школ, туристических секций, ну и так далее и тому подобное, да, то есть у них нормальное здоровое общество. Когда у нас с вами будет нормальное здоровое общество, когда будет хорошая, грамотная и профессиональная социальная реклама антиалкогольная из-за здорового образа жизни, когда вырастет новое поколение, которое не будет видеть всего того ужаса, который мы видим сейчас, вот это последствие Путинщины, да, тогда у нас, в общем-то, может быть, к сухому закону мы придем не как к каким-то ограничениям, а как к самому себе разумеющимся. Никто же из вас не, ну, я думаю, большинство, 99,9% не задавался мыслью, а вот как же мне ограничивают возможность колоть себе там какой-нибудь, не знаю, крокодил. Вот я так хочу колоть себе крокодил, а мне вот запрещают законодательно колоть крокодила. Человек просто не хочет, да, и большинство наркотиков, человек их просто не хочет употреблять. И поэтому, когда мне говорят там, как же вот ты там борешься с алкоголем? Да я не борюсь с алкоголем, я его просто... Почему ты не пьешь? Да я просто не вижу в этом смысла. Вот и все. Вот когда мы просто не, большинство людей не будет видеть смысла в том, чтобы пить, тогда и, в общем-то, количество алкоголя, которое мы употребляем, в нашей стране, оно снизится. без всяких ограничительных мер и ограничительные меры борются сами собой разумеющимися потому что просто людям это будет не нужно вот этого нужно добиваться все пару слов за за что тогда когда в обществе все нормализуется и нормально к нормальному употреблению алкоголя мы придем или так или так это уже по желанию каждого да но самое главное ключевое слово это нормально тогда когда мы выведем паразитов паразитов да да очень хорошая фраза до засели ну в кремле назовем это так хотя не только в кремле до в разных 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 кабинетах но всех их объединяет одно паразитический склад ума и действия то есть они паразитируют на нас с вами все меня закидали дизлайками я ничего не понимаю но это читать пункт предыдущий до защите своего стакана я вас понимаю это нормально человеческий эгоцентризм мы все с вами не как бы не святые не идеальные да если кто-то хочет подспорить со мной с научной точки зрения об алкоголе я с удовольствием этим займусь напишу список ваших мифов и вопросов которые вы будете меня задавать и в общем-то мы с вами посмотрим кто в этом плане более подкован я вас уверяю что это буду я без обид я не хочу там как-то показаться напыщенным да но тем не менее все лекции мы закончили простите поехали дальше по новостям да да по новостям по регионам астраханские ветераны вышли с протестом к обл думе решившие сэкономить на их льготах очень хорошая акция протеста несанкционированная 600 человек пожилые в основном пожилого возраста к зданию астраханской думы пришли связано это с тем что в общем-то там принимаются в общем-то новые поправки социальный кодекс который предусматривают за счет снижения льготных выплат оптимизацию областного бюджета если кто-то помнит вот опять скажет этот говорю мы же говорили да вот мы же говорили я же говорил о том что слово оптимизация мы его теперь будем слышать вот может быть не слышал же я говорил о том что вот к весне это мой такой прогноз слова оптимизация она будет вообще на каждом шагу это будет новый мэм вот сейчас мы редко про него слышим оптимизация но где-то очень местно да а вот сейчас везде везде транспорт будут оптимизировать медицину может быть они придумать какое-то другое слово я пока еще не знаю какое то то что они его обязательно придумают это очевидно потому что нет денег и вот эта оптимизация будет очевидной вот тут люди вышли с этой оптимизации были не согласны скандировали позор правительство в отставку и так далее очень хороший хорошее видео есть оттуда я вам обязал показывать видео с в общем-то разных мест нам прислали видео покажу вам первую часть когда мы едины мы непобедимы не хватило голосов понятно что они дальше будут пытаться двигаться понимаем но сегодняшний день показал что если мы действуем у нас есть все шансы на победу поэтому я хотел всем хотел сказать большое спасибо и передавайте тем кто сегодня с нами но силы времени обстоятельств не смог оказаться значит когда мы объединяемся мы реально можем победить и сегодняшний день это показал так мы вернулись да большие молодцы граждане так я надеюсь меня слышно сейчас у меня звук вернулся ли у меня звук звук вернулся все хорошо когда все хорошо большие молодцы граждане вышли в общем-то свой протест показали и опять таки мы будем видеть орущие бабушки так это замечательно орущие бабушки это самый сильный электорат который вообще возможен потому что никакие полицейские вот посмотрите там видео достаточно большое мы вам показали фрагмент там дальше будет видно как там полицейские какие-то подходят пытаются с кем-то разговаривать но очень сложно с бабушками вести дискуссию потому что их не схватишь там не потащишь за ноги куда-то как они привыкли поступать с молодыми людьми да поэтому бабушки это вообще движущий электорат такой самый революционный и кто в протестных действиях так или иначе участвует знает что бабушки это очень большая сила протестная и в общем-то астраханцы молодцы большой вам слава поддержки не надеемся что будем видеть те или иные отголоски во всех регионах нашей страны об и о них рассказывать ура товарищи вперед калининградская областная дума поддержала снижение датла пенсионерам да вот калининград решил пойти по примеру астрахани да ну я считаю что калининградские пенсионеры должны пойти по примеру астраханских это как раз то о чем мы говорим да то есть минимальная минимальный прожиточный минимум пенсионер на 2017 год значит хотят снизить с 803 рублей до 800 да с 8803 рублей до 8500 40 рублей но так уж если с циничной точки зрения об этом говорить это совершенно ничего не меняет потому что 300 рублей больше или 300 рублей меньше 8800 803 рубля это конечно не та сумма на которую вообще может жить человек любой зажиточный незажиточный 8000 рублей в стране в которой 5000 отдаешь на коммуналку и там я не знаю 5000 на лекарство то здесь даже элементарно не хватает самые минимум вот это как раз прожиточный минимум о котором говорят тут никакого минимума нет то есть в нашей стране 20000 рублей это прожиточный минимум вот сейчас сегодня 20000 от прожиточный минимум мы это рассчитывали это не только я говорю это говорят экономисты если не ошибаюсь димура недавно эту сумму до называл как прожиточный минимум я кстати могу ошибаться мне кто-то просто присылал видео я не посмотрел но по заголовку помню что там об этом вроде бы вышла речь вот поэтому конечно калининградцы должны выступать с протестом но не с протестом вот из-за 300 рублей да с протестом вообще против этой власти которая до такого уровня довела страну и пенсионеров в первую очередь в рубцовске более 200 человек собираются объявить голодовку да в общем-то много протестов хороших и разных 200 бывших работников муп рубцовский рубцовские теплосети очень интересно потому что до недавнего времени мы видели что кризис касался абсолютно всех но пожалуй кроме в общем-то энергогенерирующих то есть поставщиков вот так скажем вот поставщиков коммунальных услуг слова забыл потому что конечно это монополисты это абсолютно воровской бизнес стопроцентно воровской бизнес огромные деньги крутятся огромные деньги получаются из ничего то есть нашу с вами воду наш с вами газ наш с вами свет продают нам за какие-то баснословные деньги накручивая там по тысячи процентов и так далее да но как видим что уже даже до этой казалось бы стопроцентно прибыльной ниши опустился кризис людей выгоняют с работы денег им платить не могут да общая сумма долга 23 миллиона рублей по зарплатам баснословная сумма то есть мы видим что вот мы подбираемся уже к самому к самому дну и это так хорошо мне это так радует без абсолютно без доли иронии я прошу прощения если кто-то нас смотрит из тех у кого задерживать зарплату не хочу вас обидеть но это нужно переболеть да это как я не знаю там вправить руку да то есть можно терпеть вот эту боль а можно сходить к врачу он вам вправит руку может быть это будет даже больнее чем было до этого но потом будет выздоровление вот сейчас мы видим вот этот процесс в общем-то вмешательства да то есть когда может быть нужно перетерпеть вот эту боль еще большую боль до чтобы в дальнейшем было в общем-то процесс выздоровления начался ярославля отец семейства покончил с собой не сумев устроиться на работу да совсем не веселая история и мы я мониторил новости три таких ситуации прошли только за последние несколько дней но мы видим что люди уже конечно дошли до грани и нужен катализатор мы увидим что когда появится катализатор вот эти люди которые готовы уже покончить собой они в общем-то выберут другой способ более скажем так полезно да то есть отдать свою жизнь может быть даже то есть очень серьезную ставку сделать вот так скажем очень серьезную ставку поставить свою жизнь на кон в общем-то но не тому что вот покончить жизнь самоубийством а тому чтобы в общем-то закончить с этой системой не пожалеют собственной жизни дабы покончить с причиной да 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 конечно но опять же мы не говорим о том что нужно там всему умирать там и так далее это просто внутренний настрой да 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 абсолютно верно абсолютно верно то есть если человек готов жизнь свою отдать за ту или иную идею до поставить ее на кон да то наверное тогда эта идея чего-то стоит вот я всегда так так исхожу из этого да то есть даже если совершенная самая какая-то бред то пастафарианская церковь но люди в тюрьмы за это садятся и там я не знаю жизнь свою ставит на на кон значит они требуют уважения уже априори только за это значит для них это дело их жизни и вот здесь человек как пришел в тупик и покончил жизнь самоубийством но рано или поздно он придет в тупик и в общем-то свою злость ненависть ярость выплеснет не на себя на других на виновных на виновных в первую очередь средний размер заработной платы жителей ставрополя вырос в 2016 году на 6 и 8 процентов и составил 24 тысячи 617 рублей нас очень много людей смотрят из ставрополя да и вообще с того района и вообще из россии вот у меня такое ощущение что я не в россии живу когда я читаю такие новости что я живу в какой-то параллельной стране в каком-то параллельном мире где зарплата средняя не 24 тысячи а в лучшем случае 14 да потому что нет ну я понимаю как как высчитываются эти среднестатистические зарплаты то есть взяли всех депутатов областных взяли всех депутатов городских взяли всех там владельцев каких-то предприятий которые были ограблены до в свое время всех вот этих людей которые там по 23 миллиона не отдают рабочим да и вы из всего вот этого составили сумму в 24 тысячи но мы же понимаем что 90 процентов людей работают за 15 за 10 15 и вот эти 10 процентов там гребут наши с вами миллионы миллиарды из этого складывается 24 тысячи поэтому очередная идиотская сумма конечно никто в нее не верит это очевидно вот пишут у кого какая зарплата давайте честно напишем у кого какая зарплата да да я вот да в тем очень хорошо у нас сегодня очередной опрос видите мы так хорошо поговорили за сухой закон всем понравился этот диалог я предпредвижу сотни гневных комментариев давайте продолжим наши дискуссии на разные темы в нашей группе вконтакте сегодня висит новый опрос посвящен он как раз таки причинам проблем скажем так в трудовой сфере россии в общем то почитайте опрос поучаствуйте в нем прямо сейчас поставьте на паузу или не ставьте перейдите по ссылочке поучаствуйте в опросе а после эфира можете свое мнение развернутое или не очень написать в комментариях самое интересное мнение мы обязательно обсудим следующем эфире вот человек пишет у нее зарплат 45 тысяч это очень хорошо я надеюсь что вы их зарабатываете честным трудом и значит вы заслуживаете уважения нет серьезная как бы я не сторонник того что вот у человека там большая зарплата значит он обязательно у кого-то наворовал я знаю людей у которых зарплата кстати в сотни тысяч да и они ни у кого ничего не воровали и они честным трудом заработали а может быть немного таких людей знаю может быть вообще единицы но тем не менее поэтому все хорошо тут речь идет о процентном соотношении что подавляющее большинство но живет да конечно нет просто есть еще даме понимаешь такая озлобленность людская до который вот видят что у кого-то там зарплата в 60 тысяч значит он априори жулик вор там и негодяй но это все-таки не всегда так но при этом ты ты знаешь вот тоже давайте в продолжении в окончании темы зарплат нужно понимать что зарплата в 60 тысяч в россии она только кажется нормальной если мы вот поляк у нас был до польский журналист в эфире плохих новостей который рассказывал о том что там минимальная зарплата в польше порядка 80 тысяч рублей при условии что там цены ниже там выше цены только на алкоголь и на топливо на табак алкоголь и топливо все остальное в польше цены ниже цены ниже а зарплата минимальная ну так скажем среднестатистическая 80 тысяч если в рублях вот поэтому если кто-то думает что 60 тысяч это баснословные деньги нас вот к сожалению с каждым годом вот опускают все ниже и ниже да вот эти подачки вот тебе 60 тысяч и посмотри как ты хорошо живешь да нет дружище ты не хорошо живешь это не нормальная зарплата для человека который живет в самой там величайшей стране там супер державе там первое место газ нефти и так далее это не та сумма которой нужно мечтать минтран задумался о введении платона для трех с половиной тонны грузовиков задумался сидели так в платоне и думали мин в минтрансе вести ли нам для трех с половиной тонны грузовиков задумались они проснулись с утра и задумались ну конечно они не задумались задумались они об этом еще когда вводили совершенно очевидно да и мы помним что тогда взломали сайт платона если кто-то забыл эту историю я напомню взломали сайт платона и нашли там скрытые вкладки то есть которые уже созданы но которые пока еще не отображаются на на сайте эти вкладки были и касательно трех с половиной тонна грузовиков и касательно легковых автомобилей и касательно мотоциклов это все было и это все есть в открытом доступе поэтому они не задумались об этом сейчас они просто таким образом нас с вами к этому готовят и готовят в общем-то дальнобойщиков до к тому что теперь три с половиной тонн будет тоже облагаться платоном граждане которые в общем-то управляют автомобилями обычными легковыми тоже готовьтесь скоро они задумаются вот в очередное утро проснуться и задумаются о том что в общем-то машина то они тоже там влияют да как-то на на их карман ой простите на качество дорог я оговорился задумаются и сразу вспоминаешь этих персонажей из нашей раши где ему избранники в кавычках народа думают как я знаю сейчас вспоминается мне вспоминается ты представляешь забыл что такое только что в голове было известный советский фильм про бандитов но прям самый известный как еще раз про бандитов известный советский фильм но где блин забыл название ты представляешь самый известный советский фильм про бандитов джентльменная удача конечно джентльменная удача да там что же вы делаете задумайте задумайтесь вот это тоже задумайтесь минтрансе чё же вы делаете задумайтесь не о повышении задумайтесь о том что с вами завтра будет юмористы до заблокированы более 70 сайтов а с письмами деду морозу и тут джаляп так вот я даже честно говоря не знаю что сказать у меня даже какой-то комментарий это в общем по данному поводу нет роскомнадзор заблокировал по причине того что на ряде сайтов в частности 76 ресурсов значит собирались и распространялись персональные данные ну то есть не не знаю у меня даже нет какого-то сформулированного комментария по данному поводу у нас везде сохраняются и распространяются данные человеческие до начиная от google который там наши поисковые запросы анализируют заканчивая вконтакте которые читают наши любимые сотрудники фейсбэй кстати не только вконтакте если кто-то считает что фейсбук в этом плане безопаснее я вас очень огорчу но это отдельная тема для разговора вот поэтому тогда надо заблокировать весь интернет потому что там сохраняются и распространяются человеческие данные вообще основы интернета ну не то что основа но это неизбежно скажем так да поэтому давайте заблокируем все сайты роскомнадзор заблокируй весь интернет это будет кстати неплохо я думаю они видимость работы вот так вот демонстрируют да может быть они сами создают эти сайты с письмами деда мы слушаем надо знаешь что сделать нужно написать нужно написать прям устроить флешмоб чтобы все писали заявление в роскомнадзор на сайт где пишутся письма путину а чем или чем чем отличаются сайты где пишутся письма деду морозу от сайтов на которых пишется письмо путину но понятно чем что дед мороз он хотя бы теоретически может вашего просьба выполнить путин то даже теоретически не будет выполнять вашу просьбу но с точки зрения сохранения и распространения персональных данных все точно также стала известна стоимость курортного сбора на территории кубани да это еще один платон то есть платон для пешеходов вот нам как раз пишут пешеходы и тут и тоже мне так нравится формулировки они всегда выбирают формулировки знаешь они в последнее время такое ощущение что прям плюют в лицо то есть они даже не скрывают они вот наоборот самую идиотскую формулировку смотрите вот это вы проглотите и вот это все не обратят на это внимание дата то есть вносить курортный сбор будут приезжие которые планируют задержаться в краснодарском крае более чем на сутки а значит такие приезжие это мы с тобой то есть я еще понимаю чисто теоретически с какой-то там не знаю плохой дозы метанфетамина и пришло в голову что должны иностранцы вносить курортные сборы но как-то очень отдаленно я с трудом представляю какого-нибудь грека который приедет в краснодарский край проводить свой отпуск или там какого-нибудь француза или итальянца уж тем более с трудом представляю но допустим но приезжими оказываемся мы с вами граждане вот люди которые смотрят нашу программу мы с вами теперь приезжие в собственной стране в краснодарском крае мы с вами приезжие мы должны платить по 150 рублей в сутки за то что мы хотим отдохнуть в своей стране в краснодарском крае это к возвращении возвращаясь обратно к дедам морозов у меня даже комментариев нет на эту тему это можно продолжить дальше в эту логическую цепочку и там из района в район в городе приезжие то есть вот я приехал ну сагада центр я приезжий из центра приехал в окраину плати налог на при приезжих вышел из своего дома все это уже приезжий здесь другая юрисдикция другого двора государственным воздухом дышишь да да государственным воздухом не ты же его делал акит предлагает блокировать сайты зарубежных магазинов которые не платят ндс в россии еще один платон больше платона в хороших разных и правильно пусть сильнее грянет буря это какой-то маразм зарубежные магазины должны платить налог в ндс на налог ндс в россии потому что граждане россии там покупают товары идиотизм то есть мы с вами на самом деле видим что мы с вами видим маразм в глобальном смысле в том плане что вообще вот это как тебе сказать даже не это не государственный политика понимаешь эта политика вообще мировая то есть весь мир все общество стремится к открытости вообще к открытому миру к открытому обществу к стиранию границ кому-то это нравится кому-то нет да но мир к этому идет и он идет семимильными шагами к этому интернет нас там перебросил я не знаю на 100 лет вперед да а вот эти вот ублюдки которые сидят в госдуме которые сидят в кремле они нас тянет куда-то в каменный век они обложились какими-то заборами они возрождают вот этот совок в самом плохом смысле этого слова причем ладно пускай они возрождают совок но пускай они вернут цены совка пускай они вернут социальные гарантии совка в совка моему деду который работал на заводе дали квартиру в которой я сейчас живу мне сейчас кто-то даст квартиру мне сейчас кто-то даст рабочее место на заводе нет то есть они возрождают самое плохое что от совка было и это даже не совок, это, я говорю, это 18 век, то есть мы какую-то великую китайскую стену строим и ограждаемся от всех, да, берлинскую стену новую, только теперь на границе России, да, и все вокруг враги, весь мир враги, эти не хотят нам платить налоги, но я не знаю, это у меня вот периодически просто я вижу, что мы идем вообще в войну с человечеством, вот правильное слово, даже не с миром, с человечеством, человечество развивается и идет вперед, а нас с вами тянут куда-то вот к доисторическим людям, с кормом мамонтов будем колоть и друг друга дубиной бить и вот так вот делать. В ХМАО возбудили уголовное дело против пенсионера, осквернившего храм знаком Зора. В Хантамансийском автономном округе, у меня сегодня язык заплетается, я прошу прощения, мне не дают покоя деда Мороза, я не смогу теперь написать деду Морозу, я вот вдруг задумался, я каждый год пишу деду Морозу письмо, чтобы он забрал Путина из этой страны, я отправил его куда-нибудь с оленями в очень холодную страну, в какую-нибудь далекую, где мы больше о нем не услышим, но теперь я даже не смогу ему об этом написать, мои детские мечты разрушены в очередной раз, а вот в Хантамансийском автономном округе возбудили уголовное дело против пенсионера, который осквернил храм знаком Зора, я вам сейчас покажу, как он его осквернил, вот так это выглядит, во-первых, я не понял, где здесь увидели знак Зора, какая-то буква, просто вот такая вот нечто, я даже не знаю, как это можно каким-то знаком, какую-то составляющую, нагрузку на это наложить, да, и причем ладно бы, если бы он осквернил только храм, и, ну, можно было бы какую-то культурную подоплеку к этому, да, подвести, нарушение чувств верующих, оскорбление, да, у нас это сейчас любимая статья, так он еще нарисовал этот же знак вообще на каком-то обычном здании, в котором находился банк, причем это не здание банка, это офисный центр, в котором был банк, то есть никакой идеологической составляющей у него не было именно осквернить там как-то церковь или христианство, или как-то иначе, однако на него возбудили уголовное дело по статье вандализм, 214 статья Уголовного кодекса, но ему сейчас грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев, то есть у нас весь город Саратов закрашены рекламой наркотиков, с которыми мы активно боролись в свое время, да, и мы будем продолжать бороться, и никто это вандализмом не называет, ни одного задержанного человека, все знают, все видят этих людей, тут человек написал на каком-то храме, его тут же нашли по горячим следам, устроили план перехват, ты представляешь, какой маразм, устроили план перехват и поймали какого-то 58-летнего мужчину, осквернил который церковь и возбудили на него уголовное дело, вот я хочу обратиться к хантамансийской прокуратуре, да, напомнить им, но если вы не читаете даже элементарно, в общем-то, кодексы, которые вы обязаны соблюдать, не то что соблюдать, а контролировать их соблюдение, вот я вам напоминаю о том, что существует такой пункт, который называется возможность освобождения от ответственности при малозначительном правонарушении, и вот я вам вот читаю, при малозначительном, при малозначительности совершения правонарушения орган, суд или должностное лицо, уполномоченное могут освободить лицо, совершившее правонарушение от ответственности и ограничиться замечанием в случае, если гражданин обязается устранить последствия нарушения и причиненный ущерб. Вот у меня возникает вопрос. Вот этот мужчина, которого поймали, который там написал знак Зорра на церкви, он может устранить это правонарушение? Ну, конечно, может. Он может его закрасить, он может его отмыть, в конце концов. Будут какие-то несголодимые последствия от этого действия? Нет. То есть он может свой ущерб, который он принес, исправить, правильно? И все. И человек все довольны. То есть он что-то нарисовал на стене, это неправильно на стене храма. Он это закрасил, его там пожюрили, ай-яй-яй и так далее. Все нормально, все довольны, и человек продолжает жить и, в общем-то, является частью общества. Но тут мы его хотим сделать асоциальным элементом, отправить его в тюрьму, потому что, ну, это я даже не знаю, это нужно как-то комментировать. У кого-то возникают вопросы из наших зрителей, что это правильно или неправильно. Я всегда привожу пример, хорошую историю Вячеслава Мальцева. Вы любите истории Вячеслава Мальцева? Вот у меня нет таких историй. Я вам буду рассказывать истории Вячеслава Мальцева. История заключается в том, что когда он работал полицейским, он об этом рассказывал в эфире, поэтому я не думаю, что это какая-то тайна, поступил вызов о том, что в заводском районе мужчина пожилой залез на крышу своего дома и стреляет в прохожих. Ну, что бы сделали сейчас? Сейчас бы вызвали какую-нибудь Росгвардию, какого-нибудь снайпера, его бы там застрелили, нашли бы у него визитку Яроша или ИГИЛ, или и то, и другое вместе взятое. Потом сказали бы, что он стрелял только в христиан, и только в христиан, которые выходцы из, например, Армении. И таким образом возбудили бы на него уголовное дело по 282-й за разжигание к армянам и за нарушение чувств верующих. И еще бы сказали, что он кричал что-нибудь за сепаратизм, за отделение Крыма, и еще бы по сепаратизму бы его отправили. Что сделали тогда? Мужичок стрелял по крышам, фу, по крышам, по людям, ни в кого не попал, никого не ранил. У него закончились патроны, у него был обрез двухстволка, на него закончились патроны, и, в общем-то, он сдался. Этого мужчину отдали товарищескому суду, изъяли у него это оружие, но потому что все понимают, что человеку было 78, если я не ошибаюсь, лет, отправлять его в тюрьму нет абсолютно никакого смысла, нет никакого ущерба, который он кому-либо причинил, но он никого не убил, никого не ранил, его отдали товарищескому суду. Что такое товарищеский суд, если кто-то не знает? В советское время был такой орган, да, товарищеский суд. Это в каком-нибудь ТСЖ или кооперативе собираются граждане, жители этого кооператива и ТСЖ, участковый берет этого дядечку и говорит, вот этот дядечка стрелял по гражданам и нарушал наши принципы святого советского государства, вот, и дедушка Ленин им недоволен. Ну, это я грубо говоря, конечно, вот, то есть его просто прилюдно пожюрили бы, да, даже не выпрыли бы, вот. Ну, конечно, там за ним бы какой-то надзор бы установили, там, он к нему бы приходил постоянно участковый и спрашивал, а не хотите ли вы залезть на крышу и стрелять обратно по гражданам. То есть это такое условное наказание, да, то есть, но при этом даже не условное уголовное, как это сейчас. И человек может дальше продолжать жить, и, в общем-то, человек умер в нормальных человеческих условиях, а не в тюрьме. А тут человека за надпись отправляют в тюрьму. Потрясающе. Да. Ну, это не только советское там, да, государство, потому что какая-то пропаганда прям совка пошла, где это ухо немного режет. В Советском Союзе было много хорошего, но также было много нехорошего. Конечно. А по поводу вот этой всей ситуации, ситуации аналогичных, просто в нормальном обществе есть понимание, что такое человеческие взаимоотношения, и что есть закон. И закон для людей, а не люди для закона, да, чтобы выше... Да, очень хорошая фраза. Да, ты прав. Вот фраза хорошая. Фанатично вот эти палки ставить. Сказали, вот, ну, план выполнить столько-то нарушителей, поймать их из воздуха, и тянут, и из кустов достают ненарушающих, назначают их нарушающие, потому что нужно под план подогнать. Ну, бред. Да, согласен, конечно. Но у нас будет еще ряд бредовых новостей, на этом все не заканчивается. Вот следующая одна из них. Запретить карнавал. Ряженых казаков могут объявить вне закона. Кто такие ряженые? Да, и вот, во-первых, мудаки Rush Today, потому что только они такой заголовок выдали. А ряженые казаки, это нормальные казаки, которые нас в том числе смотрят. Это потомственные казаки, да, это люди... В общем-то, это все те, кто не вступил в реестровое казачество. Как у нас определить в России, кто ряженый казак, а кто не ряженый? Это очень просто. Если человек вступил в реестровое казачество, никакого отношения к казачеству настоящему он не имеет. Вот. И когда вот эти мудаки из Rush Today называют нормальных казаков ряжеными, а вот этих вот, которые там какие-то медальки себе вот так вот нацепили аж до пупка и маршируют на выборах там голосовать за Путина, это нормальные казаки. Это потрясающе. И дальше там про казаков у нас еще одна будет новость. А как бы вы думали, кто, в общем-то, инициатор? В чем закон-то, собственно? Закон в том, что, значит, законопроект, регулирующий правила ношения казачьей формы. То есть теперь нормальные казаки не смогут носить казачью форму, потому что их могут перепутать с ряжеными, как раз-таки с реестровыми, да. Вот. А эстровы у нас там много чего умеют. В общем, полный бред. А инициатором данного законопроекта стал Валерий Рашкин. Ну, я говорю, Валера сошел с ума. Есть такое предположение у меня, да. Ну, либо его сводят с ума, но надо, конечно, тогда яйца в кулак взять, потому что, ну, очевидно, что его подставляют под абсолютный бред, а он очень легко подставляется, как мне кажется. Поэтому люди, которые вокруг Рашкина, должны ему сейчас леща отдать. Ну, не леща, в смысле, пощечину, привести его в порядок и сказать, ты посмотри, что происходит-то. Рашкин сейчас стал чуть ли не Милоном, представляешь? Но при этом он от КПРФ. То есть это более-менее приличный человек, но более-менее там у него есть какие-то задатки совести и интеллекта, и из него сейчас делают вот такого же ублюдка, как и всех остальных. И он этому поддается. Поэтому, если кто-то смотрит нас из КПРФ, там, ну, дайте немножко ему по щекам, приведите его в чувство, скажите, посмотри, что происходит. Тебя ведут туда же, куда и, в общем-то, всех остальных, а это неправильно. В МГУ ТУ Разумовского состоялось открытие занятий кибердружины. Кибердружина, и я три раза глаза сломал, пока все это прочитал. Во-первых, как нам рассказали, существует некий институт экономии, менеджмента и права. Еще раз, внимание, экономии. То есть там, видимо, учат экономить, я так предполагаю. В принципе, это очень полезный институт, в России нужно уметь экономить. Я не шучу, тут написано экономии. А, значит, студент института экономии, главный экономист, как его, не экономист как раз-таки, а экономщик. Вот, главный экономщик это Александр Мисоедов. Замечательная фамилия. Вот. И в кибердружину он хочет, потому что это один из новых рубежей, который сейчас может защищать казачество. Но Александр Мисоедов не самый главный бред сказал. Самый главный бред сказал ректор, в общем-то, этого института экономии, который учит всех экономить, Валентина Иванова. И она, знаешь, что выдала? Она выдала, что для казаков огромное значение играет идея государственного служения. И вот тут у меня вообще взрыв мозга произошел, потому что казачество, я даже не знаю, это все равно, что сказать, Махновщина имела в себе основной принцип служения государству. Еще раз, не народу, не родине, не своей стране, не своей земле, не своей там станице, а государству. Вот я для экономщицы, давай. Казак переводится как свободный. Да, да, конечно. И вообще это анархическое в хорошем смысле слово движение, вообще, которое олицетворением анархизма такого душевного, скажем, да, является. А тут, оказывается, основная идея это государственное служение. Вот я для экономщицы Валентины Ивановой расскажу, если она не знает, она не знает наверняка, что такое государство. Государство это политическая организация господствующего класса страны во главе с правительством и его органами, имеющим задачу охрану существующего порядка и подавления классовых противников. Это не я придумал, это придумал Википедия, и я склонен ей доверять. И оказывается, у нас теперь задачей охраны существующего порядка и подавления классовых противников будут заниматься казаки, потому что это в их крови. А еще мне очень нравится, ты знаешь, с чем будет бороться кибердружина? А бороться она будет, значит, казаков будут учить противостоять нежелательному контенту в сети, не запрещенному, не какому-то уголовно наказуемому, да, не с детской порнографией они будут бороться, не с пропагандой наркотиков в интернете они будут бороться, не с подпольным, там, я не знаю, каким-то торговлей, там, чем-нибудь запрещенным. Не с этим, они будут нежелательный контент в сети находить. То есть они будут бороться с нами, вот с нами, с вами, со мной. Да, с вашими комментариями, если у вас есть мнение, которое отличается от официальной позиции, оно считается нежелательным. Нежелательное, поэтому, и это оказывается у нас в крови у казаков. Мне вот очень интересно послушать мнение казаков, вот я прошу, у нас есть люди, которые режут те или иные передачи, ну, в хорошем смысле, на ролике, да, вот вырежете, пожалуйста, этот фрагмент, и отправьте в какую-нибудь группу казаков. Я знаю, что есть, в смысле, в объединение какого-нибудь казаков. Мне было бы интересно их реакцию послушать на мнение вот этой экономщицы, да, ну, и вообще их мнение вот к этим кибердружинам и тому, что они, оказывается, там, на государстве всегда работают. Полиция не нашла состава правонарушений в действиях молодого человека на УИК-96. Да, это в Саратове произошла замечательная история. Пойман юноша с пачкой бюллетеней в день выборов, в которых была проставлена отметка за Единую Россию. Удивительно, правда, я-то думал за парнас, а нет. Вот, значит, на него возбудили административное дело. Вот этот мудак, который фальсифицировал выборы, он административное дело заслуживает. А человек, который нарисовал буквы З на каком-то здании, его надо отправить под уголовное дело, правильно? Так ладно, под административное. Так еще и в ходе, значит, проверки принято решение о прекращении административного производства в связи с отсутствием состава преступления. А знаешь, почему отсутствует состав преступления? Потому что нету состава преступления в том, что молодой человек пришел с пачкой бюллетеней за Единую Россию, потому что он их не вбросил. Оказывается, у нас в стране есть презумпция невиновности, оказывается, у нас есть правовое государство, и, оказывается, нужно доказывать мотив и умысел этого гражданина. Когда девушки насажают за ту или иную картинку, фразу и так далее, не надо доказывать никакой умысел. Была картинка, значит, ты разжигал. А тут, если были бюллетени, это еще не значит, что он их куда-то хотел бросить. А вдруг он хотел с ними прийти, там, походить и уйти, отнести их обратно домой. Ну, то есть полный маразм, полный бред. Закон трактуется ровно так, как нужно тем или иным правящим элитам, да, там, кастам, как было написано выше, да, в определении государства. Вот, поэтому, в общем-то, нам пришлют, я уверен, фотографии этого молодого человека. Мы их обязательно везде будем распространять. И я думаю, что вообще еще напомним вам про этого товарища. Так, пока скажу так. Неизвестный, открыл стрельбу по автобусам на юго-западе Москвы. Да, ну, продолжается здесь, коротко, продолжаются стрельбища по автобусам, троллейбусам, вагонам электричек и будут продолжаться. Будьте осторожны вообще, когда ездите на общественном транспорте. Да, напоминаем вам о том, что у нас в группе ВКонтакте проходит опрос на тему, в общем-то, состояния трудового рынка, да, рынка труда в России. Интересно ваше мнение, участвуйте в опросе. Ссылка на страницу ВКонтакте есть в описании арт-зрения. Самое интересное ваше мнение, и вообще, не самое интересное, просто интересное ваше мнение, мы будем обсуждать в эфирах, как это было сегодня в первой части программы. Глава райцентра Челябинской области Егор Шукшин не смог остаться безучастным, когда увидел, как мужчина пинал на местной площади памятник Ленину. Ну, теперь его должны принять почетным членом КПРФ, и он будет бороться там с евреями, да, и с казаками. Вот, Валерий Рашкин должен его теперь признать почетным членом КПРФ. Какая-то совершенно странная история, и сначала мне все было понятно, потом мне стало все непонятно. Значит, некий Егор Шукшин, глава райцентра Челябинской области, увидел, что какой-то пьяный мужчина пинал памятник Ленину. Вот памятник Ленину пострадал-то от того, что его пинает какой-то пьяный мужчина. Значит, этот Шукшин, как в фильме про Шварценеггера, подошел к нему, взял его за шкирку, да, и с криками «Хулиган!» и начал его, значит, журить, журить путем ударов по голове. Но не сильно он его пожурил, но так как бы обозначил свое участие в защите Ленина. Да, вот. И все бы ничего, и, может быть, на этом бы все закончилось. Я, может быть, даже и сказал бы, что этот Егор Шукшин, может быть, не молодец, но, по крайней мере, не самый последний негодяй, если бы не одно «но». Если бы Шукшину этот процесс не понравился, и он не начал бы избивать подростков в возрасте от 14 до 15 лет, которые, как он посчитал, были с хулиганом заодно. Шукшин, значит, одного из них ударил в нос, в районной больнице подтвердили данный факт, другого схватил за уши и ударил головой в лоб, третьему разбил губу, еще одного ударил в лицо, потому что он был на костылях и не смог сбежать. То есть, какая-то совершенно прямо для триллера какого-то такой, да, сценарий можно написать. Вот. Среди пострадавших оказался сын главного редактора местной газеты, в общем-то, которая и придала, я так понимаю, этому огласку. И суть-то в том, что эти молодые люди вообще никаким образом не были причастны к тому, кто пинал Ленина и, видимо, просто проходили мимо. А вот этот товарищ Шукшин, который вступился за честь нашего дедушки Ленина, оказался сам был пьяным в этот момент, причем сам признает. То есть, он не за честь дедушки Ленина сражался, а просто... Подраться охота. Да, подраться была охота, но если он какого-то пьяного, там, может быть, собутыльника своего, его, я не знаю, при каких обстоятельствах происходило, побил, это одно дело. Если он побил подростков 14-15-летних, взрослых, здоровый мужик, ну, наверное, это уже другое, да, другая ответственность. И, в общем-то, он спустя три дня мэр принес извинения, причем сделал это лично. За один вечер объехал семьи каждого пострадавшего, и при родителях сказал, что спьяно наделал дров, а теперь сожалеет. Честно говоря, я даже верю, наверное, в это. Вот почему-то мне так кажется, что я в это верю. Просто моя такая субъективная позиция, да, моя оценка. Но, конечно, избивать детей... Я не могу сказать, как я бы поступил, если бы был родителем, да, если бы мой ребенок пришел и сказал, что какой-то мэр ему там надавал по голове за какой-то памятник Ленина, который он вообще не трогал, а потом приехал этот мэр и сказал, ну, да, я что-то лишканул. Ну, наверное, это недостаточно, чтобы сказать, ну, ладно, лишканул, все, давай там, ура. Вот, и он там, вот это мне вот самое противное, что можно было вообще придумать в окончании этой истории. Он сказал, что всю жизнь будет благодарен, то есть пытается купить этих родителей, будучи мэром, да, сказал, заберите заявление из полиции, я вам всю жизнь буду благодарен. Фу, ну, просто фу. Ну, вообще не мужской поступок. Вот до этого я еще как-то сомневался в его морально-нравственных качествах, но это просто фу. Поэтому посмотрим, чем закончится эта история. Ну, не надо бить памятники Ленина, и не надо делать это пьяным, вообще ничего не надо делать пьяным. Вернулись к первой части программы таким образом. Давайте поотвечаем на ваши вопросы. 20 часов у нас и 6 минут по московскому, и пока еще по саратовскому времени. Задавайте свои вопросы. Вот что-то там кто-то меня обвинял, я краем глаза увидел, что, значит, я не отвечаю на вопросы, но мы отвечаем на вопросы по традиции в конце передачи, поэтому вы их задавайте своевременно, и тогда будете получать на них ответы. Несколько раз уже мелькал вопрос по поводу, просят прокомментировать смерть Фидели Кастро. Смерть Фидели Кастро неоднозначное событие в мировой истории и политике, безусловно. С одной стороны, большинство оппозиционных ресурсов, что националистических, что либеральных, они сегодня, конечно, отреагировали с воодушевлением, определенным на смерть Фидели Кастро, потому что называют его диктатором, тираном, совком, таким в самом плохом смысле этого слова. И, может быть, ты знаешь, они, наверное, и правы. И, конечно, тот уровень социальный в Кубе, который сейчас имеется, он, может быть, далек от идеала, мягко говоря, да. И, в общем-то, может быть, я с этим и был бы согласен, если бы я не читал в свое время книгу. Вот я ее хотел сегодня принести и вам показать, но не принес. Покажу, наверное, во вторник. Ну, уже будет не к месту, но покажу, ладно. Книга, она не художественная. Она, это выдержка из, в общем-то, дневника Чи Гевары. Причем есть художественная книга, которая основывается на дневниках Чи Гевара. А это именно выдержки. То есть она так именно разбросана по разным датам, по разным событиям. И я ее прочитал несколько раз. И, в общем-то, можно сказать так, что частично прошел все события, которые прошел Эрнесто Чи Гевара, и Фидель Кастро, и их отряд, и определенным духом их пропитался, скажем так. Я не могу назвать этих людей какими-то злыдными, там, гадами, тварями. Не могу. Это неоднозначные политические события. Это, во-первых. А во-вторых, все-таки, если мы говорим там о советском прошлом России, то нужно понимать, что оно было после царской России. И это одно. Если мы говорим о советском настоящем Кубе, то оно было после диктаторства, которое было не менее жестким диктаторством в Кубе, да. И таким проамериканским диктаторством, сейчас меня назовут этим ватником, я тут с американским империализмом борюсь. Нет, не борюсь с американским империализмом, Но народ был в угнетении, и придя, в общем-то, Кастро, может быть, его в угнетении и оставил, но все-таки в меньшем. По моему мнению, хотя оценки Кастро должны давать жители Кубы, в первую очередь, граждане Кубы. Прежде всего, они были революционерами и борцами, да, а вызов времени, против чего они боролись, это нужно исходить из ситуации. То есть, в 1917 году у нас были одни вызовы, да, и наше общество вот по такому пути пошло. В 1991-1993 году были другие проблемы, и произошло это, ну, смена произошла от коммунистического, да, социального ошибка, повторите. Мы в эфире у тебя? Да, мы в эфире. Значит, у меня вышло из интернета. Мы же в эфире, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в чате. То есть, на вызов времени отвечали. И тогда, ну, большим злом предоставлялся диктат, который исходил с американской стороны и угнетался народ. Ну, и давайте все-таки вот тут пишут, там какие-то аналогии проводят с Путиным. Это вообще абсолютно смешно. Но Кастро... Это другая ситуация. Да, Кастро с автоматом жизнь свою, опять-таки, возвращаясь к нашему предыдущему, да, спичу, жизнь свою на карту поставил, да. И давайте посмотрим, сколько у Кастро сейчас в офшорах денег, сколько у Кастро, там, долларовых миллиардеров друзей, сколько у Кастро недвижимости за рубежом. Да нисколько, ничего у него нет. Он как пришел в эту власть, он так, может быть, из нее и ушел, да. Ну, что-то, да, я понимаю, что что-то у него, конечно, есть, но, тем не менее, поэтому сравнивать с Путиным, который пришел и разворовывает тут как раз-таки остатки вот этого советского прошлого, да, к сожалению, я сегодня что-то за Советский Союз начал топить ни с того ни с сего, извините, но, тем не менее. Ну, это наша история, и отрицать ее совсем... Да, да, то есть Путин не создает вообще ничего, он только разворовывает то, что осталось. И он пришел сюда не путем какой-то борьбы, он не воевал с диктатом и стал другим диктатом, он просто, просто сел на все готовенько, и его поставил пьяный Боря Ельцин, это мы все знаем. В общем, про Кастро тоже закончили. Сегодня у нас все такие вопросы провокационные. Кастро, да, в 21 час, вот мне подсказывают, у нас сегодня должны быть культурные новости, культуристки, да, как их называют наши девушки-сведущие, так что суббота у нас тоже уже теперь такими полноценными эфирами славится. Сегодня, мне кажется, очень хороший наш эфир такой, он живой, но мне он, по крайней мере, нравится, наверное, больше всех за последнее время. А если мне нравятся мои эфиры, то мне кажется, они должны быть великолепными, просто прекрасными, срывать овации, воздушные поцелуи и потоки слюней от удовольствия наших зрителей. Давайте еще пару вопросов и на этом закончим. Это я, опять сейчас мне скажут, что я там каким-то самолюбованием, это я к тому, что я всегда критично к себе отношусь. Если я делаю что-то хорошо, значит, наверное, оно так и есть. Ангонс мероприятий, прогулки. Прогулки, да, участвуйте в прогулках оппозиции в Москве, в разных регионах. Информация есть на наших группах ВКонтакте, в предыдущих эфирах, мы об этом говорили. Кто уже участвовал, продолжайте участвовать, кто еще не участвовал, присоединяйтесь, это почти невольно. Сторонне участвуете в политической жизни вашего региона? Вот спрашивают про второго гостя, который должен был быть в эфире плохих новостей, когда был Томаш, я, честно говоря, не знаю. Мне до сих пор не сказали, Дмитрия Игнатьева я так и не видел, вот как они уехали. Я так предполагаю, что они уже на пути в Саратов и в понедельник уже будет саратовский эфир, но я до сих пор сам не знаю, поэтому я тут немножко так же, как и вы. Я развиздился, вот насколько вы не правы, вы даже не представляете. Совершенно я никакой звездной болезнью не страдаю. Не знаю, может быть со стороны это как-то иначе выглядит. Я, в первую очередь, я понимаю внутри себя это важнее всего. Давайте последний вопрос, какой-нибудь животрепещущий. Смотрел ли я Санта-Барбару как-то очень отдаленно, в детстве что-то помню, не смотрел, конечно. Нормальная такая, в принципе, слава, да, что за свои взгляды можно, большой процент того, что ты оказываешься в тюрьме. Да, ну тут, конечно, нужно понимать, что это, как бы люди вот считают, что это так сел, включил камеру, что ты говоришь, да, невнятно запинаешься, путаешься, и все, и так все просто, и все хорошо. И гребешь какие-то деньги лопатой, которые я не гребу, естественно, даже, даже, даже по меркам этого государства я все равно получаю меньше, чем хотелось бы, вообще ничего не получаю. Мы работаем за печеньки. Да, вот у нас печеньки есть. Переводи к нам. Печеньки Нуланд, вот, из Госдепа. Обама ушел, деньги нам больше не платят. Нам прислали с Госдеповского склада последние запасы печенек, которые не раздали на Майдане. Возможно, они не свежие, прошло два года. Вот, поэтому жизнь нас вынуждает обращаться к вам, в том числе за финансовой помощью. Такое странное предисловие к призыву присылать нам деньги, это шутка. У нас есть реквизиты в описании нашего канала. Я как-то всегда не люблю просить кого-то давать нам денег, поэтому я просто сказал, что есть реквизиты. Поэтому, если у вас есть возможность, помогайте нам финансово, нам будет приятно, и это очень важно. Каждый участвует, как можно считать. Каждый участвует, как может, конечно, да. Каждый участвует, как можно считать должным. Кто-то выходит на пикеты, кто-то, ну, присылает финансово, кто-то, ну, помогает информационной поддержкой. Все важно. Да, да. Да, Натлер прикручу с понедельника, торжественно клянусь, но, по крайней мере, протестируем его. Давайте вот так посчитаем. Для тех, кто не знает, давайте я про это расскажу. Ладно, давайте не буду рассказывать технические моменты. Последний вопрос. Все, мы к последнему вопросу уже три вопроса подбираемся. Все, мы клянулись. повисла такая тишина благотонная нужны чем-то разбавить актуальными актуальными вопросами от вас в первую очередь говорят что я не отвечаю на вопросы когда я отвечаю вопрос вы не задаете это неправильно или или у вас нет вопросов тогда давайте заканчивать и у нас будет целых 40 минут подготовиться к следующему эфиру 21 час а вопросы вы можете оставлять комментарии конечно в комментариях под видео на ю тубе это будет даже очень хорошо для тех кто смотрит нас в записи в комментариях вконтакте там даже есть отдельная тема которая называется вопросы сергею вопросов эфир да может быть не только сергей может быть вообще в целом да какие то вопросы вас очень интересуют электронная почта все ссылки есть в описании будьте внимательны и присылайте конечно да вот нам тут пророческую фразу пишут на этом и закончим у 2517 эта музыкальная группа которую я слушаю евгений тоже слушает есть строчка нам кстати часто про нее говорят о которой звучит так демократия начнется после подготовки хорошая строчка очень много символичных да будем надеяться будем надеяться что она не только символичная но и пророческая и на этой позитивной ноте до завершу значит большим фи в адрес вот товарищи которые тут право 182 федеральный закон пишет которого депортировать в ссср бурт я вам просто посвящаю большое фи и советую вам как бы включить свою голову вот просто почему-то очень это популярная тема и поэтому я обращаю на это внимание что это глупость полная глупость не поддавайтесь на глупости вообще разные всякие я тоже иногда говорю всякие глупости не поддавайтесь на них тоже спасибо за то что вы нас смотрите 26 ноября сегодня следующий у нас эфир во вторник пишите свое развернутое мнение на тему трудового рынка в россии в группе вконтакте ссылки в описании присылайте нам новости присылайте вопросы будьте активными спасибо до свидания я закончу наш сегодняшний эфир еще одной цитаты цитаты из фильма если вы меня слышите вы есть сопротивление до джон когда-то так обратился к восстанию вот закончим этой фразы спасибо до свидания до свидания а